Должен заметить, что в супермаркетах предлагают продавать только безрецептурные препараты. Обо всём по порядку расскажу через несколько секунд. Спонсор рубрики «Кредитно-потребительский кооператив. Сберегательный союз». Быть или не быть аспирину, цитрамону и другим безрецептурным лекарством на полках супермаркетов, предложенный Минпромторгом законопроект всколыхнул обсуждение вопроса с новой силой, пишет российская газета. С одной стороны, профильные министерства, а также ФАС, такое начинание поддерживают. Это может стимулировать развитие конкуренции фармотраслей и привести к снижению цен на медикаменты. С другой, крупнейшие аптечные сети могут закрыть почти половину своих объектов, так как они находятся в непосредственной близости от магазинов, а это может ударить по возможности людей приобретать лекарства, особенно в небольших населенных пунктах. Впрочем, пока это только законопроекта и не факт, что он будет принят в нынешнем виде. По-прежнему привлекательное аналитическое агентство «Турстат» составило рейтинг внутреннего туризма самых популярных у туристов регионов России по итогам 2017 года. Безоговорочным лидером признан Краснодарский край. Около 16 миллионов отдыхающих посетили Кубань в прошлом году. На втором и третьем местах Московская область и Республика Крым. Рейтинг составили по результатам анализа статистики внутреннего туризма в регионах. В список не были включены Москва и Санкт-Петербург. Всего по России в прошлом году путешествовали 56,5 миллионов туристов. Рубль начал неделю ростом к основным валютам. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 20 февраля, составляет 56 рублей 34 копейки. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на одну копейку. Европейская валюта также подешевела на 75 копеек. И официальный курс евро, установленный Центробанком, на завтра составляет 69 рублей 90 копеек. Это наш будущий новый дом. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережение до 13,95% годовых. На этом все, Евгения. Остается только добавить, болезни лечатся не красноречием, а лекарствами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова